Как минимум половину российского общественного транспорта в ближайшие годы планируют перевести на газ. О планах по масштабному переходу на газомоторное топливо Дмитрий Медведев заявил еще в апреле прошлого года. О том, как реализовать идею, представители правительства обсудили с руководителями регионов Приволжского федерального округа. Побывала в нем в Нижнем Новгороде и наша съемочная группа. По мнению экспертов, использование газа транспортом вместо традиционных дизельного топлива и бензина пойдет стране на пользу. И экономики, и экологии. Впрочем, такой переход власти России пытаются осуществить уже последние несколько лет. Выдающихся успехов пока нет, зато есть препятствия. О том, как их преодолеть, говорили на совещании в Нижнем Новгороде. Здесь собрались главы ключевых для перехода на газ ведомств страны. Министр энергетики, министр транспорта, министр промышленности и торговли России. Проводил совещание полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Пригласили сюда руководители субъектов ПФО. Среди них и глава Чувашия Михаил Игнатьев. В плюсах у газомоторного топлива в первую очередь относительная дешевизна. По сравнению с традиционным бензином газ стоит меньше примерно в три раза. Около 10 рублей за кубометр. Кроме того, в выхлопных газах этого топлива, по данным специалистов, вредных веществ меньше на 70%. И практически отсутствует сажа. Казалось бы, сплошные плюсы. Однако на деле оказывается, что страна к переходу пока не готова. К 2020 году доля средств, работающих на газомоторном топливе, автотранспорта и дорожно-коммунальных служб, должна достигнуть 50% в городах численностью более 1 миллиона человек. А таких как раз в Приволжском округе, если не ошибаюсь, по-моему, 6, да, Михаил Викторович? 6 городов. Есть целый ряд проблем, которые действительно требуют сегодня решения. Это, прежде всего, развитие сети газозаправочной инфраструктуры. В городе в настоящее время действует всего 52 станции для заправки автомобилей с жиженым газом, что составляет лишь 50% от существующей потребности. А если мы говорим об увеличении объема закупок, то понятно, что это совершенно недостаточное количество. Дополнительно нам требуется строительство 84 технических серверных центров. Сегодня их существует всего 21 в регионах округа. То есть, ну, практически в 4 раза необходимо увеличить. Обозначили на совещании не только проблемы, но и меры, которые помогут их решить. К примеру, в неконкурсное выделение земли под строительство автогазозаправочных станций, выделение субсидий на приобретение транспорта. Подготовлен проект постановления правительства, в соответствии с которым предусматривается долгосрочное планирование цены на компромированный природный газ не выше 35% от цены дизельного топлива. Снижены ставки ввозных таможенных пошлин на газобаллоны и оборудование. Перед началом совещания участники осмотрели выставку техники. Среди собравшихся представителей власти противников перехода на газ, конечно, не было. А вот в интернет-сообществе их достаточно. Среди их доводов опасность баллонов с газом. В качестве примера приводится взрыв переоборудованного на газомоторное топливо автобуса в Москве на 9 мая прошлого года. Пассажиров в нем на тот момент не было, но пострадали прохожие. Специалисты утверждают, с тех пор меры безопасности усилили. Приняли новые стандарты, освоили производство новых видов газобаллонного оборудования. Так или иначе, то, что будущее за голубым топливом, представители власти уверены. Субъектами Российской Федерации принимаются соответствующие программы по стимулированию перевода техники, жилищно-коммунального хозяйства, муниципального транспорта, автобусного парка на газомоторное топливо. В основном это, конечно, приобретение новой техники, поскольку это более экономически выгодно. Завершилась встреча подписанием двустороннего соглашения между компанией КАМАЗ, Самарской областью, Удмуртией и нашей республикой. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.